Эта конференция сейчас будет записана. Я расскажу о центре и о программе трудоустройства, а далее мы со Светланой Казаковой, ведущим преподавателем учебного центра «Специалист по бизнес-аналитике», обсудим, как планировать и развивать свой карьерный путь специалистам в этой сфере. В конце я вам расскажу о подарках, которые получит каждый, кто зарегистрировался на этот вебинар. И пока я вам рассказываю, будет здорово, если вы в чате напишите, какого уровня ваша подготовка в этой сфере. Если совсем вы ничего не знаете, пришли услышать, что за профессия, напишите нолик. Если уже что-то знаете, начали учиться, напишите единичку. И если уже как-то сталкивались по работе, то двоечка. Итак, учебный центр «Специалист» на рынке образовательных услуг уже 29 лет. Мы готовимся к празднованию нашего юбилея, 30-летия. И за это время мы обучили более миллиона человек. Мы вам гарантируем стопроцентное качество образования за счет уникального сочетания бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения. Мы подготовили для вас такую программу трудоустройства, которая помогает нашим выпускникам как-то ориентироваться на рынке труда, себя продвигать и находить работу, свои мечты. Из чего она состоит? Первое – это наши преподаватели-практики, которые следят, которые знают свою сферу и дают вам на занятиях кейсы для отработки навыков. Потому что сейчас на рынке труда, когда вы обучаетесь и выходите, на него важно показать работодателю не просто теоретические знания, а именно практические навыки, что вы ими владеете. Далее, после того, как вы получаете ту или иную подготовку в желаемой сфере, важно правильно выйти на рынок труда. Здесь мы вам помогаем сориентироваться, как все это правильно сделать на нашем однодневном бесплатном курсе. Я вас всех приглашаю. Он у нас проходит ежемесячно, но в летний период следующий будет 23 августа. Записывайтесь заранее в режиме вебинара, проходит очень удобно. И также для тех, кто хотел бы получить индивидуальную консультацию, обучался у нас, можете записаться ко мне на консультацию, либо по QR-коду, либо чуть позже я сброшу форму для записи. Также мы регулярно проводим различные карьерные мероприятия, дни карьеры, митапы, олимпиады. И мы о них вас оповещаем в наших рассылках и на сайте в разделе мастер-классы. Также можно посмотреть или в новостях. Например, ближайшее мероприятие – это онлайн-митап для бизнес-аналитиков. Это другая профессия, нежели бизнес-аналитик. Это онлайн-митап для BI-аналитиков. Почувствовать разницу, посмотреть кейсы вы сможете во вторник. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ссылочку я также отправлю позже. И последнее, что хочу сказать – это наши каналы с вакансиями. Наши партнеры, корпоративные клиенты ценят по достоинству уровень подготовки нашего учебного центра и с удовольствием размещают у нас свои вакансии, в которых отдают приоритет нашим выпускникам. Если вам интересно, вы заинтересованы в поиске работы, присоединяйтесь к одной из групп. Ссылочки я в чат тоже направлю. А сейчас я хотела бы передать слово Светлане Казаковой, ведущему преподавателю наших курсов по бизнес-аналитике. Светлана – преподаватель практик, сертифицированный бизнес-тренер, коуч, консультант и совладелец консалтингового бизнеса. И мы со Светланой обсудим, какие hard skills являются необходимой базой для любого бизнес-аналитика, какие soft skills нужны и как их развивать. Светлана. Передаю вам право презентерам. Сейчас загляну в чат. Так, вижу, что у нас в равной степени примерно собрались и совсем новички, и также начинающие и достаточно продвинутые пользователи, я так понимаю, и специалисты в данной профессии. И постараемся тогда учесть все ваши интересы. Светлана. Коллеги, меня слышно, картинка появилась, вот пока что пустой белый слайд. Да, да, все видно. Да, коллеги, так как вот сейчас вижу очень много начинающих бизнес-аналитиков, то только те, кто только приходят в специальность, тогда вот буквально поменяла на ходу некоторые слайды. Давайте сначала, как Ольга уже представилась, я в бизнес-анализе уже достаточно давно, и, честно говоря, в сфере моих интересов как раз-таки процесс автоматизации, систем управленческого учета, бюджетирования, финансового анализа, построение систем СРМ на предприятиях. Поэтому, конечно же, с бизнес-анализом я работаю достаточно давно, даже когда в России еще не было такой должности бизнес-аналитик. И о чем я хотела бы рассказать? Дело в том, что относительно профессии бизнес-аналитик существует очень много заблуждений и стереотипов. И вот один из наиболее популярных стереотипов заключается в том, что бизнес-аналитик – это некто, кто сидит в уголочке и анализирует, и зачастую проводится параллель между бизнес-аналитик и программист, специалист по IT-системам. Это не совсем так. Есть такая должность, как системный аналитик, есть бизнес-аналитик. Я сейчас расскажу как раз-таки, что входит в функционал именно бизнес-аналитика в классическом понятии этого слова и вообще зачем нужен бизнес-аналитик бизнесу. С этого термина мы с вами и начнем. Итак, для чего? Ну, ни для кого не секрет, что информация, а мы живем с вами в быстро меняющемся мире, это один из активов компании. И, соответственно, когда компания хочет понять, в какую сторону развивать ассортимент, какие регионы присоединять, где открывать филиалы, с каким клиентским сегментом работать, какие тенденции на том или ином рынке, как меняются технологии, то, конечно же, нужен человек, который позволит эту информацию обработать. И если когда-то кто владеет информацией, тот и владел миром, это моя первая часть, то сейчас современный бизнес сталкивается с ситуацией переизбытка информации, внедренные информационные системы, СРМ, финансовые системы, ERP-системы, и информации столько, что встает вопрос, а как вытащить оттуда нужное, то, что действительно позволит принять решение. Так вот, как раз-таки этим занимается бизнес-аналитик, тот человек, который помогает адаптировать методы управления, извлекая именно нужную информацию. Бизнес-аналитик помогает выявлять потребности, формализовать требования, разрабатывать модели бизнес-процессов и многое-многое другое. Бизнес-аналитики востребованы на рынке сейчас везде, как в крупном, так и в малом бизнесе. Даже вот в микробизнесе бизнес-аналитик нужен, я сейчас прокомментирую, как это будет называться. И современный бизнес-аналитик, он может быть задействован в работе самых различных подразделений. Это и плановые экономические службы, и маркетинг, и продажи, и финансы, и подразделения внутреннего аудита, контролинга. Если говорить о том, а как, вот вообще, с чего начать изучение профессии бизнес-аналитика, вообще какие компетенции нужны, то давайте руководствоваться не словами, а стандартами в области бизнес-анализа. И стандарты в области бизнес-анализа, они есть международные, и международным сводом знаний в области бизнес-анализа является так называемый свод знаний БАБУК, в настоящее время актуальна его третья версия, автор данного издания, Международный институт бизнес-анализа. Так вот, если руководствоваться международным сводом знаний, то бизнес-анализ – это деятельность, которая позволяет внедрять изменения в компании путем определения потребностей и рекомендаций решений, которые обеспечивают ценность для заинтересованных лиц. Коллеги, обратите внимание, я в этом определении выделила сейчас ключевые понятия бизнес-анализа. То есть у нас есть заинтересованные лица в бизнесе, у которых есть ценности, мы сейчас чуть позже это подробно разберем, которые диктуют им потребности, а бизнес-анализ – это та деятельность, которая позволяет предложить решения по внедрению изменений. Далее все определения будут крутиться вокруг этих вот пяти определений. Это будет всегда, ну, мы сейчас их систематизируем. Так вот, опять же, по международным стандартам бизнес-анализ мы далее продолжаем, фактически это буквально через главу в международных стандартах идет определение. Это та деятельность, которая позволяет компании определять потребности, обосновывать изменения. И на что хочу обратить внимание, вот первое заблуждение, что бизнес-анализ – это всегда связано с чем-то стратегическим. И когда вот спрашиваю у бизнес-аналитиков на курсах, а какие инструменты бизнес-анализа, вы знаете, сразу начинают либо это разработка информационных систем, баз данных, либо это нечто такое глобальное, свод-анализ, там, исследование и так далее. Коллеги, бизнес-анализ – это, посмотрите, это всегда, это предложение, решение для любых изменений. А изменения они могут носить как стратегический характер, да, выбор пути развития компании, то ли мы будем производить, то ли мы на аутсорсинг отдадим, то ли мы открываем новые филиалы, то ли мы расширяем ассортимент, то ли наоборот мы сворачиваем деятельность и будем специализироваться на одном из направлений. Поэтому, коллеги, бизнес-анализ, он проводится в рамках разных инициатив. Это могут быть стратегические, действительно, есть бизнес-аналитик, привлекаются к стратегическим сессиям, когда мы выбираем пути дальнейшего развития. Это могут быть тактические решения. А как, при помощи каких инструментов нам исполнить план на текущий год, какие маркетинговые инструменты лучше применить, чтобы опередить конкурентов в этом квартале, какие инструменты для производства использовать в следующем квартале. И даже оперативные инициативы вплоть до того, какое количество человеческих ресурсов потребуется для реализации конкретного проекта, произвести расчет. Это тоже бизнес-аналитик. То есть бизнес-анализ – это не только стратегические сессии, но это решение повседневных, ежедневных операционных задач компаний. И бизнес-анализ, в свою очередь, может даже осуществляться в рамках отдельно взятых проектов. То есть вот есть проект по автоматизации некого отдела, может быть, по оптимизации работы, по сокращению себестоимости, может быть, по увеличению продаж, а может быть, по повышению эффективности каналов сбыта, по работе по исследованию эффективности работы нашего сайта, выбрать каналы продвижения. Это все работа бизнес-аналитика. Поэтому если говорить об основных понятиях классического бизнес-анализа, коллеги, вот здесь позволю себе цитату, скриншот именно из международных стандартов, из БАБУК – это вот такая схема. Обратите внимание, на ней представлены классические понятия бизнес-анализа. Итак, посмотрите, раз бизнес-аналитик чего-то делает, а если звезды зажигаются, это кому-то надо, ведь не просто же мы с вами пришли на работу и решили работу поработать. У любой работы есть заказчик. Это заинтересованные лица. Причем в бизнес-анализе, чтобы не путать еще одно заблуждение, вот особенно тяжело людям, которые пришли из проектного управления, там стейкхолдеры, заинтересованные лица – это те, кто инициатор, либо, говорят, инвестор проекта, то в бизнес-анализе заинтересованные лица – это все, кто будут принимать участие в данном изменении. Это и заказчик, и те, кто будет взаимодействованы в реализации, кого касается решения и у кого возникают потребности. Все это будут заинтересованными лицами. А теперь посмотрите, пожалуйста, на схему. Итак, у нас есть в бизнесе некие заинтересованные лица, то есть люди, которым нужны изменения. А почему им эти изменения нужны? Почему их перестало устраивать то, что у нас есть? А потому что у заинтересованных лиц есть некие ценности. Что значит ценности? Коллеги, ну, думаю, не открою секрет, что у людей мотиваторами выступают, ну, мотиваторов множество, но все их так или иначе можно разделить на две группы. Это группа боль, то есть в бизнесе возникли проблемы, падает наша выручка, падает рентабельность, может быть, мы теряем позиции на рынке, теряем клиенты, снижается удовлетворенность наших сотрудников, снижается качество нашей продукции. Это проблема, боль у бизнеса есть. И привлекают бизнес-аналитика провести исследование, предложить решение по преодолению этой боли, то есть по ликвидации проблемы. Вторая группа мотиваторов, ценностей для заинтересованных сторон, если первая группа – это боль, то вторая группа – это мечта. Меня может устраивать все в нашем бизнесе, но я хочу сейчас воспользоваться благоприятной ситуацией, пока вот эти пандемийные ограничения на рынке, конкуренты разоряются, я хочу прихватить их долю рынка, я хочу повысить качество, воспользоваться высвобожденными средствами, провести сейчас обучение персонала и так далее. То есть посмотрите, есть заинтересованные стороны в бизнесе, как правило, это собственники, это менеджмент, у которых есть некие ценности, ну, либо боль, либо мечта в бизнес-анализе, мы говорим, либо проблема, либо возможности, и эти проблемы или возможности порождают потребности. Ну, посмотрите, если есть мечта стать первым на рынке, то какие потребности возникнут у генерального директора? А выяснить, как мы можем увеличить долю рынка, провести исследования по выбору маркетинговых каналов, там, по борьбе с конкурентной борьбе, с конкурентами, да, по повышению лояльности наших потребителей. Это потребность. То есть наша мечта, либо боль превращается в конкретную потребность. Но, коллеги, на все это влияет еще контекст. Что такое контекст? Контекст – это любые проявления внешней среды. Ни одна компания не живет в социуме. И контекстом может быть и конкурентная среда, и рыночная ситуация, и ограничения законодательные, нормативные. Это все контекст. Так вот, ценности и потребности формируются под воздействием контекста. И вот теперь посмотрите, у нас есть исходные данные. Есть заинтересованные стороны, у которых есть ценности, которые возникли под воздействием контекста, и они формируют потребности. И вот теперь мне нужен бизнес-аналитик. Для чего? Чтобы он изучил вот эти самые потребности, понимая, под влиянием каких ценностей и контекстов они возникают. Для того, чтобы предложить решение по проведению изменения. То есть фактически описать путь, как из того места, где мы есть, попасть туда, куда мы хотим. Коллеги, и все определения, как в международных стандартах, так и в российских стандартах, о них сейчас расскажу более подробно, будут крутиться вокруг основных вот этих шести понятий. Причем обратите внимание, почему использовала в данном случае цитату, скриншот из международных стандартов, потому что эти понятия, они связаны друг с другом. Меняется контекст, тут же появились новые потребности, новые ценности. Ну вот появились ограничения, может быть, наоборот, открыли. Появились новые заинтересованные стороны, появились новые потребности, новые ценности. И предлагаемые изменения, они должны удовлетворять и заинтересованные стороны, и соответствовать контексту. То есть каждое понятие, изменение каждого понятия связано с друг другом. Это не валентность в химии, да, в органической, когда у нас круговое циклическое кольцо, да, в той же глюкозе. Нет, каждый параметр связан многовалентом, скажем так, с другими параметрами. Коллеги, это вот я сейчас рассказала понятие бизнес-анализа и кто такой бизнес-аналитик по международным стандартам. Надо отметить, что существуют российские стандарты, а это профессиональные стандарты Минтруда России. И это тот редкий случай, когда российские стандарты полностью соответствуют международным. Это не финансы, когда есть МСФР, СБУ и они рядом не стояли. Потому что, вот посмотрите, сами взгляните, в соответствии с профессиональными стандартами Министерства труда России дается следующее определение бизнес-анализу. Посмотрите, это обеспечение возможности проведения изменений в организации, приносящих пользу заинтересованным сторонам путем выявления потребностей заинтересованных сторон и обоснования решений, описывающих возможные пути реализации. Как вы видите, полное соответствие предыдущему слайду, то есть международным стандартам. А теперь давайте рассмотрим вот такой вопрос. А какие же нужны навыки, компетенции для того, чтобы быть успешным бизнес-аналитиком? Вот я буду рассматривать их в соответствии с российскими стандартами. Но, коллеги, сразу отвечу на вопрос, который возникает очень часто. А как быть, если в компании нет бизнес-аналитик? Это что же, никто этим не занимается? Нет, коллеги. Как в международных стандартах, собственно говоря, в российских стандартах об этом говорится, что бизнес-аналитик – это любой специалист, который занимается вот этим самым обеспечением возможности проведения изменений. Поэтому, посмотрите, вы можете не называться бизнес-аналитиком, но фактически им являться. Давайте рассмотрим, если это микробизнес. Вот я ИП условно, у меня тут пять работников. Неужели мне не нужны изменения? Неужели мне не нужно принимать решения? Нужно. Но я, являясь владельцем, руководителем бизнеса, фактически на одну десятую ставки буду являться бизнес-аналитиком. Я буду анализировать, как внешнюю среду, изучать внутренние потребности и принимать решения. Если это средний бизнес, да, мы уже ООО, и у нас с вами уже 300 сотрудников, да, и обороты, но у нас тоже по-прежнему нет службы бизнес-аналитики. Неужели никто это не делает? Делает, коллеги. Но теперь уже генеральный директор, как правило, функции бизнес-аналитика делегирует руководителям структурных подразделений. Вот есть у меня коммерческий директор, я ему делегирую принятие решения в области формирования ассортимента, клиентских сегментов, рыночную аналитику. Есть у меня директор по производству, операционная аналитика ложится на него, потому что ему нужно принимать решения. Есть финансовый директор, вся финансовая аналитика инвестиционная, на него он принимает решения. И с ростом бизнеса, как правило, сначала появляются аналитики профильные. То есть в зависимости от того, какое подразделение предприятия является ведущим, если это торговая деятельность, то, как правило, появляется аналитик сначала в отделе продаж, либо в маркетинге. То есть это рыночный аналитик, клиентский аналитик, аналитик по ассортименту. Если это производственная компания, то, как правило, появляется планово-экономический отдел, зачастую человек, который фактически является бизнес-аналитиком, называется экономист, либо специалист планово-экономической службы. Если это услуги, то появляется, опять же, как правило, либо в финансовой дирекции, либо в продажах аналитик, который узкий профиль. И вот уже с ростом бизнеса приходит осознание, что эти функции нужно выделить в отдельную службу. Поэтому, коллеги, бизнес-аналитик – это любой специалист, который занимается изучением, выявлением потребностей заинтересованных сторон и предлагает решения по проведению изменений в компании. Теперь давайте посмотрим, а какие для этого нам нужны навыки. И я буду ссылаться непосредственно на профессиональные стандарты, профессиональный стандарт бизнес-аналитик, и за что их люблю, что они содержат уровень квалификации. Итак, посмотрите, если мы говорим о бизнес-аналитике, начинающий бизнес-аналитик, который приходит в компанию, он зачастую не имеет профильного образования, вот как раз-таки прошел курс, у него еще отсутствует опыт, чем он занимается и чем он должен, какими навыками владеть. В первую очередь, это работа с заинтересованными сторонами. А именно, он должен уметь их классифицировать и взаимодействовать, то есть осуществлять коммуникацию на предмет как раз-таки выявления тех самых потребностей, ценностей. И вторая функция, которую доверяют уже начинающему бизнес-аналитику, то есть человек, который обладает специалистами минимальными знаниями в области бизнес-анализа, он участвует на итоговом этапе бизнес-анализа. Это обеспечение изменений в организации. Это уже, собственно говоря, мониторинг проводимых изменений. Обратите внимание, наш начинающий специалист работает на первом этапе и на итоговом. Но он не формулирует требований, он не выбирает решения, не разрабатывает стратегию. Фактически, это наш операционный специалист, который умеет, зная методы бизнес-анализа, работать с заинтересованными сторонами и принимать участие в обеспечении изменений. Если же мы говорим с вами уже об опытном специалисте, то есть наш человек, имеющий, опять же, среднее образование, курс повышения квалификации плюс опыт работы от года, то мы условно и профессиональные стандарты называют его старшим бизнес-аналитиком. Вот здесь уже появляется такая функция, как сбор информации о бизнес-проблемах и бизнес-возможностях и выявление истинных бизнес-проблем. То есть, посмотрите, на первом этапе мы выявили заинтересованные стороны, их приоритизировали, ранжировали, изучили их хотелки. И вот теперь опытный специалист способен выявить истинную бизнес-проблему, сформулировать требования, потому что на первом этапе, знаете, как звучит? А вот я хочу, чтобы было лучше, говорит. Или коммерческий директор говорит, мне нужно повысить продажи. Директор по производству сократить себестоимость. И вот только опытный бизнес-аналитик, ведя беседу, изучая требования, проводя анализ той или иной деятельности бизнес-процессов, вот это требование повысить продажи, формулируется. Повысить продажи на 10% путем расширения на две ассортиментные позиции для существующих клиентов. Открытие нового филиала в таком-то, таком-то регионе. То есть появляется конкретика. Не просто оптимизация себестоимости, а оптимизация себестоимости путем повышения производительности труда и увеличения норм выработки с по подбор, анализ поставщиков и подбор оптимальных условий поставки с постоплатой по цене не выше чем. То есть появляется конкретика. И для этого нужно разбираться в бизнесе. Бизнес-аналитик должен владеть не только методологией, но и уметь анализировать данный конкретный бизнес. Следующий уровень квалификации. Вот здесь уже появляется профильное образование. И это называется ведущий бизнес-аналитик. Уровень квалификации 6. Это как нормируют российские стандарты Минтруда. Вот здесь появляется уже обоснование решения. А чтобы их обосновать, нужно сформировать возможные решения и принять участие в выборе. Обратите внимание, выбор решения осуществляет не бизнес-аналитик. Вот теперь посмотрите, у нас наши стейкхолдеры изучены, их потребности четко сформулированы. Теперь появляется опытный бизнес-аналитик, который предлагает решение. То есть фактически описывает пути достижения с той точки, где мы есть, как попасть оттуда, где мы есть, туда, куда мы хотим. А этих путей может быть несколько. И предоставляет обоснование. То есть говорит, вот на этот путь нам нужны вот такие-то ресурсы, и мы вот так быстро, такое время мы так быстро достигнем свою цель. Вот на этот путь, да, пойдет больше времени, но он дешевле, меньше рисков и так далее. Коллеги, я вижу ваши вопросы в чате. Я сейчас буквально еще один слайд и на вопросы отвечу. Ну и уровень квалификации 7, это у нас уже руководитель службы, будем сказать, скажем так, департамент аналитической службы. Это уже не сама аналитическая работа, а это уже управление бизнес-анализом, то есть выбор тех методологий, которые используются в данном конкретном бизнесе с учетом рыночной ситуации, внешней ситуации, внутренних регламентов. И, конечно же, аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений. То есть наш уже руководитель службы аналитики участвует в стратегических сессиях высшего менеджмента в выборе направлений развития и обоснования. Коллеги, это я сейчас показала упрощенно те навыки, которые нужны. То есть начинаем мы работу с заинтересованными сторонами, а для этого нужно понять, сформулировать их требования, выявить, а кто еще будет являться заинтересованными сторонами, проанализировать, выявить истинные проблемы, то есть от вот этого, чтобы стало лучше, к конкретике, предложить решения, обосновать каждое из решений, далее разработать пути изменений и возвращаемся к нашему первому уровню, сопроводить, осуществить мониторинг реализации этого решения, то есть фактически осуществляя планфактный анализ и разработка путей коррекции. Это то, что делает современный бизнес-аналитик. И у меня в чате вопрос, Дмитрий Воронин спрашивает, насколько близки программы бизнес-аналитика и специалиста по управленческому учету. Коллеги, пока мы говорили о компетенциях, Дмитрий ваш вопрос прочитала, но вот сейчас, когда мы завершим с бизнес-аналитиком, и Ольга перейдет к разговору о программе, я с удовольствием расскажу и их сравню. Елена Костикова спрашивает, чем начинается финансовый аналитик от бизнес-аналитика. Здравствуйте. Да, и вот, Дмитрий, давайте... Можно вопрос голосом? Да, давайте, Олег. Здравствуйте, Тепанский Алексей, программа с ДНС. Такой вопрос. Вот приходим мы автоматизировать, например, либо же как-то повышать КПД организации. Вот, например, руководители отделов, департаментов, все MBA ребята, да, вот. И бизнес-аналитик должен выработать решение, которое было бы более совершенное, чем то, которое есть у них. То есть, какой-то вопрос. Существует компетенций бизнес-аналитик знает учетные предметные области этих самых отделов лучше, чем их руководители, которые к тому же еще знают специфику конкретной ситуации организации, ее сферы к тому же, да. То есть, откуда эти компетенции могут взяться такие, то, что человек знает все про все сектора учета бизнеса лучше, чем те люди, которые варятся в них десяток лет. Спасибо. Алексей, очень хороший вопрос, коллеги. А это вот как раз-таки один из стереотипов, который входит в топ-5 относительно должности бизнес-аналитика. Я сейчас, возможно, вам скажу криминальную вещь. Бизнес-аналитик – это не тот человек, который лучше ответственного лица знает его предметную область. Если я бизнес-аналитик компании, это не означает, что я знаю сегменты, ассортимент лучше коммерческого директора компании или там финансовую ситуацию лучше финансового директора компании. Нет, коллеги. Бизнес-аналитик – это тот, кто сначала определяет наших, вот как раз-таки мы сказали, стейкхолдеров, заинтересованных лиц и помогает, выступает посредником в обсуждении, позволяет сформулировать требования. А далее, коллеги, вот как раз-таки, когда мы говорим о получении информации, то в бизнес-анализе есть как раз-таки в том числе экспертные оценки. Вот как раз-таки моя задача как бизнес-аналитик, вот если сейчас стоит вопрос увеличить продажи, я не продажник, но я знаю, как это делается, я знаю инструменты, я знаю, что такое свод-анализ, что такое сегментация, и моя задача, ну, используя инструменты, например, мозговой штурм, а может быть, там, метод шести шляп, я знаю аналитические инструменты, вызвать обсуждение. Я приглашаю эксперты, как внутренние, так внешние, которые позволят нам проанализировать ситуацию. Моя задача систематизировать и выдать тогда заключение, что коллеги, на основе мнений экспертов, мы пришли к вот такому мнению, что у нас сейчас вот такие есть, такая ситуация, что вот такие есть пути решения. Вы не обязаны быть лучшим именно в предметной области, Алексей. Вы должны, зная инструменты бизнес-анализа, как получение информации, обработки информации, собрать, получить эту информацию, обеспечить ее приток, проанализировать и дать заключение. Коллеги, для того, чтобы вот сейчас привести вам пример, ну, давайте скажу о себе. Верите, разрабатывала не единожды решение, которое эффективно, и время подтвердило их эффективность для одного автомобильного завода. Но, верите, автомобили по цвету различают. Понимаете, есть эксперты, которые привлекаются, их данные анализируются, стимулируется их мозговая деятельность. Вот это инструменты бизнес-аналитика. И потом никто не отменял мета-анализ. Это анализ уже существующих трудов. Опять же, можно привлечь и маркетинговое агентство, и производственные программы, еще раз повторюсь, и внутренних, и внешних экспертов. Соответственно, Дмитрий пишет, короче, не только слушает, но и слышит, в отличие от тех, кто варится в своем бизнесе. Да, замыленный взгляд. И, соответственно, посмотрите, вопросы до этого было, чем отличается финансовый аналитик от бизнес-аналитика, ну и, соответственно, по программам. Дмитрий, по программам чуть позже расскажем. А вот Елена спросила, финансовый аналитик от бизнес-аналитика. Елена, как вы уже видите из названия вот того вопроса, который вы написали, бизнес-аналитик. Я анализирую предметная область у нас бизнес. А опять же, если обратиться как к российским стандартам, так как к международным, то мы с вами предлагаем решение по изменению бизнес-процессов, регламентов и информационных систем. А финансовый аналитик, он выносит решения по финансовым предложениям. То есть финансовый аналитик – это узкая специализация бизнес-аналитика, который знает одной блок. Финансовый аналитик – это инвестиции, рентабельность, окупаемость, ну и так далее, финансовые показатели. То есть это одна из специализаций. Так, Алексей пишет, специалисты много дипломных программ и направления обучения по бизнес-анализу. Как выбрать свое направление, какие курсы нужно пройти, обязательно в первую и во вторую очередь? Алексей Сухарев спрашивает. Коллеги, вот здесь все зависит от того, уж если мы переходим на дипломные программы. Ольга, подскажите, пожалуйста, вот вопросы сейчас касаются именно курсов уже, а не профессии. Мы можем к ним переходить? Или, коллеги, может быть, вот именно по профессии бизнес-аналитика, по компетенциям? Давайте я, наверное, отвечу на этот конкретный вопрос, а все остальные мы уже обсудим после. У нас по каждой дипломной программе мы стараемся проводить дни открытых дверей, чтобы вы точно поняли, о чем эта профессия, какая нужна предварительная подготовка. Соответственно, посмотрите на нашем YouTube-канале, я вам сброшу ссылку в чат. Есть дни открытых дверей записи и какие-то смотрите в наших анонсах. Также есть описание на страничке, чтобы вам лучше сориентироваться. Все дипломные программы простроены в соответствии с требуемыми последовательностью их прохождения. То есть они уже, логика их есть на сайте, также на сайте есть при необходимости предварительная подготовка. Также наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют. Также у меня есть небольшая информация про soft skills, бизнес-аналитика и рынок зарплат. Если можно, я бы тоже хотела добавить. Ольга, тогда буквально одну секунду я отвечу на вопрос, вернее, на фразу Алексея Панских, который написал, что бизнес-аналитик получается еще и коуч-фасилитатор. Очень хорошая ассоциация, коллеги, это действительно так. Моя многолетняя практика, а практика у меня уже 25 лет, в области как раз-таки анализа подтверждает, что с появлением в организации бизнес-аналитика растет культура общения, скорость общения среди сначала высшего менеджмента, потом среднего менеджмента, и это доходит до линейных специалистов. За счет чего? Потому что появляется человек, который начинает задавать вопросы, описывает бизнес-процессы, перекладывает все на схемы, и появляется единый язык общения, единые регламенты, стандарты. Как раз-таки действительно это фасилитатор, то есть человек, который инициирует обсуждение и фактически повышает уровень общения, ну и знания всей организации. И коллеги, вот отвечая на вопрос, до этого спрашивали, какие курсы в первую очередь, я сбросила вообще ссылку на нашем сайте, можете как самостоятельно, лучше соглашусь с Ольгой, обратиться к менеджерам, там отдельные программы по именно бизнес-анализу. А мы сегодня говорим о профессии бизнес-аналитик, ну и, соответственно, уж если мы перейдем к дипломным программам, то именно программе, которая посвящена подготовке бизнес-аналитиков как линейных специалистов. И вот Марина задала, насколько это востребовано в профессии, вот здесь как раз-таки передам слово Ольге. Оля, мне вернуть экран вам? А, да. Экран забрала. Профессия, правда, сейчас востребована. Я вот вам привела аналитику на HeadHunter, аналитику из HACE, правда, для IT-сферы скорее. Но вы видите, что вход в профессию где-то от 70 тысяч, да, начинается. Возможно, для стажеров это или помощника это будет меньше. Что тут хотелось бы уточнить? Что, конечно, у каждой профессии есть свои преимущества и есть недостатки. И тоже для себя стоит их взвесить. Что здесь, конечно, высокий спрос сейчас на эту позицию, на рынке труда. Это хорошая конкурентная заработная плата. Возможность работать удаленно тоже сейчас появилась в связи с карантином. Также можно выходить при хорошем уровне английского на международный рынок. И там уже ваша зарплата будет гораздо больше. Или как минимум работать в компаниях иностранных, чьи представительства есть в России. Есть свои недостатки. То, что вы всегда работаете в достаточно напряженном поле. И надо уметь выдерживать накал напряжения и снимать его, и работать с ним. Также есть особенность, что эта работа не всегда с нормированным графиком. То есть специалист, аналитик, он инициирует очень много разных коммуникативных процессов. И они могут быть в том числе, приходится подстраиваться под каких-то управляющих, под экспертов. Соответственно, это не всегда будет зависеть от вас, ваша норма рабочего дня. По поводу заработной платы. Заработная плата складывается из ваших знаний, опыта работы и также из таких, как называем, soft skills. И хочу перейти к следующему слайду. Посмотрите, что важно, потому что бизнес-аналитик – это не только набор знаний, это же также набор определенных компетенций, таких мягких компетенций, которые, чтобы быть востребованным, у вас они должны быть хорошо прокачаны. Я так привела две статистики. Очень важны коммуникативные навыки, навыки ведения переговоров, умение слушать, потому что все, что делает бизнес-аналитик, всегда связано с активным слушанием, клиентоориентированность, умение работать в конфликтной такой, с конфликтами, потому что это всегда работа в команде, и в команде в таком непроясненном поле. Он именно проясняет разные процессы, и в этом прояснении всегда много напряжения, и создаются конфликты. Также важен навык принятия решений и навык решения проблем. До этого есть разные методологические подходы, которыми вы должны владеть. Также важно уметь и донести свои выводы, соответственно, навыки презентации, публичных выступлений также очень важны. И команда образования, потому что бизнес-аналитик потребуется возглавлять такие формализованные или такие специальные команды, и ваша способность структурировать, координировать, руководить этими командами сделает вас более успешным в вашей роли. И для себя можно пока параллельно эти soft skills тоже развивать и добавлять. Светлана, вот у вас хотела, немножко еще мне информации не хватило про IT-сектор, потому что сейчас в IT-секторе очень привлекательная эта позиция, и все хотят туда попасть. Если не имеют навыков, не стремятся к программированию, к разработке, то такой вот бизнес-аналитик сейчас достаточно востребован. Можете тоже пару слов рассказать про вот эту вот особенность? Коллеги, вот посмотрите, как раз-таки Дмитрий в чате задал вопрос, каковы отличия бизнес-аналитика от системного аналитика на обе специальности из профстандарт. И также Дмитрий указал, что вот именно в IT появляется размытие между системным и бизнес-анализом. Коллеги, давайте за основу возьмем два постулата. Первое. Есть определение в соответствии с стандартами и одной профессии, и другой специальности. И есть, давайте вот о чем помнить, что в законе нет такого, что человека, который занимается вот этим, называют именно вот так. Человек, еще раз повторюсь, может называться экономистом, сотрудником планово-экономического отдела, быть в трудовой написан маркетолог, но по факту быть бизнес-аналитиком. Если говорить о методологии, то отличие системного аналитика от бизнес-аналитика в том, что как раз-таки бизнес-аналитик коммуницирует, и вот Ольга привела сейчас слайд, требуются ему вот эти soft skills, он именно коммуницирует со стыкхолдерами. И, Оля, позвольте мне на одну минуту экран. Я бы хотела привести сейчас цитату из бабук, то есть как раз-таки это международные стандарты, и посмотрите, пожалуйста, это вот цитата сейчас из международных стандартов. Так вот, бизнес-аналитик определяется как посредник между заинтересованными сторонами и далее как раз-таки для сбора, анализа, коммуницирования и проверки требований по изменению бизнес-процессов, регламентов информационных систем. То есть бизнес-аналитик – это тот, задача, кого изучить мнение. Ведь не секрет, что есть стыкхолдеры, наши руководители, у них задача как бы получить побольше результат, но при этом поменьше за это заплатить. И есть стыкхолдеры, заинтересованные лица – это будущие исполнители, наши сотрудники, их задача поменьше поработать, но при этом побольше получить. Опять же, если это наши поставщики, те хотят продать подороже, мы хотим купить подешевле, то есть всегда будут взаимоисключающие требования заинтересованных сторон. Поэтому и возникает потребность вот тех soft skills, которые у Ольги сейчас были на экране, потому что бизнес-аналитик – это как раз-таки посредник, который осуществляет коммуникацию внутри организации, изучает требования, предлагает решения. А вот когда бизнес-аналитик завершил свою работу, и если это будущие изменения касаются информационных систем автоматизации, вот теперь мне нужен системный аналитик. Я как бизнес-аналитик говорю, вот нужно оптимизировать вот эту информационную систему, чтобы у нее появились новые данные, чтобы она увеличила свою пропускную способность, а может быть позволила туда добавить новые данные, выгрузку. И вот системный аналитик, он мои русские слова, требования наших стыкхолдеров переводит на язык IT, то есть пишет уже непосредственно теперь требования, техническое задание к программному обеспечению, информационной системе, базе данных. То есть посмотрите, различия, если говорить именно по методологии, я сейчас руководствуюсь как международными стандартами, так и российскими, а еще раз повторюсь, они здесь соответственно. Бизнес-аналитик – это тот, кто работает с людьми, изучает требования стыкхолдерами, это посредник между заинтересованными лицами, формулирует требования, предлагает решения. А когда это решение касается программного обеспечения, баз данных, информационных систем, вот теперь мне нужен системный аналитик, который переведет вот эту хотелку на язык программного обеспечения, создаст как раз такие формы, шаблоны и так далее. Алексей пишет. Я еще хочу включиться, сказать, что в IT-секторе сейчас есть большая востребованность профессионалов, которые одновременно обладают навыками и системного, и бизнес-аналитика. Ольга, мне отдать экран вам или можно? Я закончила, может, проходить, я думаю, что дальше. О дипломных программах, да? Да. Коллеги, ну вот как раз-таки теперь я могу ответить на вопрос, который звучал раньше, а что входит в дипломную программу бизнес-аналитик и чем она отличается от других программ? Коллеги, я сейчас вот буквально выведу на экран, это сейчас покажу содержимое дипломной программы бизнес-аналитик, которая рассчитана на 260 академических часов и при интенсивном обучении занимает от 3 до 6 месяцев. И посмотрите, туда у нас входят такие курсы, как основы экономики, чтобы у нас наши специалисты понимали бизнес-аналитики, это управление реинжиниринг бизнес-процессов, основы бизнес-анализа, где мы как раз-таки знакомимся с основными понятиями бизнес-анализа как международных, так и российских стандартов. Далее входят по уровню Excel, уровень 2, уровень 3, основы управленческого учета и бюджетирования, чтобы мы могли с вами в том числе разбираться в финансах и произвести расчеты, экономические показатели по проекту, по деятельности, могли подготовить бюджет проекта отдельного направления, подразделения, филиала. Далее есть курс управления организационными изменениями, потому что нам нужно предложить решение по этим изменениям. Курс инструментарий бизнес-аналитика практикум, вот там как раз-таки у нас различные инструменты, кадровая аналитика, операционная аналитика, рыночная аналитика и так далее. Далее и анализ данных Power BI. Поэтому посмотрите, отвечаю, это те курсы, которые формируют основные компетенции, о которых сказала Копьян, так и указала дополнительная компетенция Ольга. Так вот, в отличие от программы специалист по управленческому учету, ну вот можете сейчас сравнить программы, здесь мы делаем акцент в том числе на описание бизнес-процессов, на изменения и на основы бизнес-анализов. В управленческом учете совпадение всего по двум курсам. Это основа экономики, управленческий учет. А далее в той программе у нас будут подготовка и защита бизнес-плана, финансовый анализ, инвестиционный анализ и так далее. Там готовятся именно специалисты по управленческому учету. Здесь мы готовим бизнес-аналитиков, и упор делается как на формирование профессиональных навыков, так и в том числе мы знакомимся с базовыми знаниями в программном обеспечении, то есть те минимальные знания, которые нужны бизнес-аналитику для обработки баз данных. Соответственно, если говорить именно об отличии данной дипломной программы, то она, хочу отметить, что учебный план составлен с требованием работодателей, мы регулярно с ними работаем, вот как раз таки Ольга занимается в том числе трудоустройством наших выпускников, и наши корпоративные заказчики регулярно нам присылают требования, какие навыки нужны, и мы корректируем свои программы. Наши курсы все соответствуют профессиональным стандартам, а я навыки вам приводила в слайдах именно из данных стандартов. Программа «260 часов» она достаточно насыщенная, более того, мы даем те навыки, которые практически, с которыми берут на работу, это не голая теория, а наши служители имеют возможность выполнять в том числе практические работы, и вы можете выбрать и в рамках дипломной программы тоже различные форматы обучения, это и очное, и вебинар, и очно-заочное, и открытое обучение, и посмотрите, несмотря на то, что на предыдущем слайде я сказала, что обучение в зависимости от темпа, который вы выберете, занимает от 3 до 6 месяцев, в зависимости от вашего уровня подготовки и занятости, можно сформировать программу индивидуально. Кто-то проходит ее и за 2 месяца, а кто-то и на 2 года выбирает, ходит в группу выходного дня или вечернее 2 раза вечера. Соответственно, формат проведения занятий может быть в зависимости, опять же, от вашей занятости, максимальная загрузка до 5 занятий в неделю, это интенсив, когда каждый день занимаемся. Либо, опять же, вы можете выбрать, то ли вы занимаетесь полный день, там с 10 до 5, 8 часов в день, либо 4 часа, например, вечерняя группа, или утренняя, а вечерняя группа у нас 18, 30, 21, 30, они, как правило, идут 2-3 раза в неделю, то есть люди после работы подключаются, либо группа выходного дня, вот как раз-таки полный день. На каждом занятии у нас есть как совместные работы, самостоятельные работы, ну и, конечно же, есть задания для домашних работ. И отдельно хочу отметить, что слушатели получают опыт решения кейсов, которые они могут использовать в своем портфолио. Ну и живое занятие – это наша фишка, которую мы, специалисты, активно пропагандируем. Между модулями можно сделать перерывы. Коллеги, Анастасия пишет, какая стоимость. Ну вот здесь, я думаю, Анастасия подскажет. Коллеги, я готова рассказать все, что касается профессии, навыков, а вот все, что касается второй части, это «Ольга, помогайте нам». Да, давайте я, наверное, сейчас перехвачу на секундочку презентацию. Так вот, мы видим стоимость дипломной программы 124,790. Я вам ссылку на нее отправила в чат. Те, кто будет смотреть нас в записи, могут отсканировать QR-код, ознакомиться с ней поподробнее. И для тех, кто записался на наш сегодняшний семинар, независимо от того, будет он смотреть нас в записи или смотрит сейчас онлайн, если вы записывались на вебинар, то у вас есть возможность получить скидку 12 тысяч рублей в течение трех дней после вебинара, сказав промокод, который вы видите на экране менеджеру. И запись проходит у менеджера при полной оплате дипломной программы. в онлайн формате. Андрей спрашивает, если вы уже проходили какой-то курс из дипломной программы, вам просто нужно с менеджером обсудить, какие курсы вам необходимо добрать. И таким образом я хочу ваше внимание сейчас акцентировать на том, что у нас есть, вот вы каждый курс проходите, вы получаете. Если у вас есть высшее образование, свидетельство о повышении квалификации. А если вы проходите все курсы из дипломной программы, вы получаете документ о профессиональной переподготовке. Это значит, что если у вас есть базовое высшее образование какое-то, то этот документ свидетельствует, что вы прошли переподготовку на уровне высшего образования. То есть оно приравнивается к высшему образованию. Но это называется переподготовка по специальности. Соответственно, так вы в своем формате, в удобном варианте можете, в удобном своем ритме закончить нашу дипломную программу. Если кому-то там несколько, большинство из перечисленных курсов увидите, что вы прошли, обратитесь к менеджеру и узнаете, когда пройти, когда остальные, чтобы получить диплом. Вот, да, пишет Анастасия, что перезачли курсы, да, и посчитали стоимость диплома. Обращайтесь, да, к своему менеджеру, либо просто по нашему телефону. Я сейчас вам отправлю информацию, я вам уже отправила в чат. Там есть телефон наших менеджеров. Вот, по стоимости, по скидке я вас сориентировала. Есть ли, может быть, еще какие-то вопросы по самому обучению, по формату обучения, по предварительной подготовке? Пожалуйста, пишите в чат. Ольга, простите, а можно голосом Ирина, потому что не читаете, либо не читаются мои вопросы? Так, Ирина, давайте. А с какими инструментами? Да, потому что объясню, в чем дело, все, что я сейчас услышала. У меня второе высшее образование, инноватика в системах менеджмента качества. И плюс-минус то, что слышу, это то, что уже проходило, знаю, хотелось бы определиться, узнать, в действительности нужно ли мне еще что-то, либо нет. Спасибо. Давайте я на этот вопрос отвечу. Ирина, в рамках дипломной программы, как вы видели, у нас есть, мы изучаем нотацию BPMN и, соответственно, работаем в визию. И если говорить о старте курса на основе, на основах бизнес-анализа, мы изучаем методологию SPP, это как раз-таки схема процесс-продукт. Для того, чтобы перевести мышление бизнес-аналитика, как ранее написал Алексей, чтобы он мог работать коучем, фактически на схематическое описание и на продуктовое мышление, чтобы мы могли мыслить не только процессами, отвечая на вопрос, а что мы делаем, а результатами продуктовое мышление, а что мы должны сделать, чтобы всегда шла связка. Делаем, сделали, делаем, сделаем. Ну, условно, коллеги, давайте приведу пример. Если мы проанализировали рынок, то для чего мы это делали? Для того, чтобы получить заключение о емкости рынка, предположим, или о долях на провели конкурентный анализ. Для чего? Да, вот Дмитрий правильно говорит, системный аналитик, как это сделать, причем не просто как, а как используя информационные системы. Поэтому, отвечая на вопрос Ирины, это методология SPP и BPMN. Работаем с визио. Есть программы, которые вот как раз-таки по бизнес-процессам, есть другие нотации, но это тогда дополнительно вы можете посмотреть. Так, Дмитрий спрашивает, очно в каком филиале проходят занятия? Очно сейчас, в зависимости, на занятия проходят в разных комплексах. Если говорить основы бизнес-анализа, инструментарий, бизнес-аналитика, это на белорусской. Ряд занятий проходят в том числе на Таганке, на радио. То есть вы можете выбрать тот комплекс, который вам удобен. Ну и кроме того, занятия есть онлайн. Да, всегда есть возможность вебинара, открытое обучение, очно-заочно. Тут уже, коллеги, выбирайте. Давайте, может быть, пока у нас слушатели формулируют вопросы, я еще скажу пару преимуществ. Вот у нас есть такой путеводитель, наверное, Светлана раньше его сбрасывала в чат по курсам бизнес-аналитики. И есть различные программы от четыре дипломные программы и две более короткие комплексные программы. В чем плюс, если вы на самом старте еще не приступали к обучению, в том, что эти дипломные программы комплексные сделаны так, что позволяют вам получить весь набор знаний и при этом сэкономить. Потому что в сумме дипломная программа содержит в себе уже скидку и стоит дешевле, чем каждый курс по отдельности. Вот давайте я вам сброшу, я вижу Дмитрия Воронина вопрос, я вам сбрасываю путеводитель еще раз. Вы на досуге внимательно с ним ознакомитесь и видите, какие курсы сюда включены, и каждый можно кликнуть и ознакомиться с ним. Отдельно на сайте есть описание. И видно, какие курсы пересекаются, какие нет. Также имейте в виду, что если вы окончили дипломную программу, в течение полугода после ее окончания у вас будет скидка 50% на большую часть онлайн-курсов, которые мы предоставляем. Это очень удобно, потому что знания всегда необходимы свои освежать или пополнять. Соответственно, такая вот возможность будет, если каких-то еще инструментов вам не хватило в дипломной программе, их добрать с 50% скидкой. И для тех, у кого полгода уже пройдет, вы можете рассчитывать на 15-25% скидку на ряд курсов, которые связаны с вашей дипломной программой. Программы, они у нас подобраны, на них предоставляется такая скидочка. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы или будем заканчивать? Здравствуйте. Можно вопрос? Да, конечно, слушаем вас. У меня вопрос к уважаемому специалисту по бизнес-анализу. А вы не могли бы буквально в двух словах описать суть ваших рекомендаций в конкретной ситуации вы упомянули по автомобильному заводу? Что именно вы положили, что привело к позитивному результату, к изменениям и так далее? Рекомендация по какой ситуации нужна, Алексей? Ну, вы сказали, что у вас была конкретная ситуация, вы помогли на автомобильном заводе. Что именно вы им рекомендовали сделать? Изменить и так далее. В чем состояла суть ваших рекомендаций? А, коллеги, все, я поняла. То есть вы об этой ситуации. Да, чисто практически. В разные годы стояли разные задачи. Но это мои, скажем так, долгосрочные партнеры. Начинали мы сотрудничество еще в 98-м году. И тогда вопрос как раз-таки стоял. Выход данного завода. Он готовит комплектующие для автомобильной остросли. Именно как выйти на рынок, именно на конвейер есть термин. То есть не в розницу комплектующие, которые на замену. Ну, это завод производит автофильтры, автомасла. И, соответственно, именно как выйти на конвейер. Потому что это совсем другие потребности. И вот мы как раз-таки рекомендовали предприятия, именно мероприятия маркетинговые по ребрендингу. И, соответственно, по осуществлению переговоров. Участвовали как именно фасилитатор. В последующем стояли вопросы как раз-таки финансового характера. То есть разработка мероприятий по увеличению производительности, снижению себестоимости. И в данном случае это была производственная аналитика. Мы разбирались как с тем оборудованием, которое уже установлено. С теми материалами, которые используют, чтобы они, чтобы предприятие прошло как раз-таки сертификацию по ИСО. И могло выйти на конвейер и обеспечить нужную себестоимость. Алексей? Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Светлана, я предлагаю, если вопросов нет, тогда я останавливаю запись. Прощаюсь тогда с нашими слушателями, которые посмотрят нас онлайн. И приглашаю всех в наш учебный центр. Коллеги, все благодарны.